Мы были дома в Ирпене и уже под вечер, 24 числа, мне перезвонила наша сестра из церкви. Она говорит, что пастор, вот мы сидим здесь у меня в подвале в доме. И когда я спросил, сколько у вас человек, она говорит, что у нас 14 человек. И тогда у меня появилась мысль, что надо поехать и завести каких-то продуктов им туда. И мы приняли решение. Сначала хотел я ехать один, но жена говорит, что нет, я поеду с тобой. И взяла еще нашего сына, и мы поехали все вместе туда. Мы привезли эти продукты, мы их разгрузили, мы опустились в подвал, мы зашли вместе с ними. И это был первый день нашего пребывания в подвале. Назад мы уже не смогли выйти, потому что была бомбежка. Мы думали, что это, наверное, день-два, и все закончится. Но на второй день с утра в молитве утренней я получил слово от Бога. Когда апостол Павел потерпел кораблекрушение, но он тогда сказал всей команде, которые были вместе с ним и тем людям, которые были на корабле, Бог говорит, что я сохраню каждую душу, которая возле тебя. И Бог мне дал это слово. И вот это давало мне надежду. Даже тогда, когда были сильные бомбежки, обстрелы, я вспоминал это слово. И я про себя говорил, говорю, Господь, Ты обещал бы, что все останутся живы. Мы взяли у сестрички елей и прошли, помазали весь дом. Весь дом помазали, все косяки, окна. Мы помазали все елеем, потому что мы верим в то, что это, но есть как символ Духа Святого, елей. И мы знали, что если мы помажем и призовем силу крови Иисуса Христа, Он нас будет хранить. И вокруг нас в радиусе примерно 100 метров загорело 3 или 4 дома, в которые попали ракеты. И дом, в котором были мы, на нем не было ни одной царапины, когда мы выходили из этого дома. Ни одной. На 8 день мы приняли решение все-таки оттуда выезжать. Вроде было тихо, спокойно, не было бомбежки какое-то такое время. Это было до обеда с утра. Мы приняли решение выезжать оттуда. Мы помолились вместе, загрузились в машины, и мы выехали с этого подвала. Проехав от этого дома, буквально метров, наверное, 50, мы попали на, скажем, на такую, не знаю, как еще назвать, это еще не было блокпостом, но российские солдаты зашли в эту местность, и они делали себе там блокпост, а не только следить со своего БТРа. Это была морская пехота российская. И когда они увидели нас, а мы выезжали, нас была колонна 4 машины. В каждой машине была семья с детьми. И когда они нас увидели, я понимаю, что они, наверное, тоже не ожидали такого. И они нас начали просто расстреливать. Я, так как я ехал в первой машине, я успел повернуть в улицу, и там улочка такая была, и я успел повернуть и спрятаться туда, и ехать дальше. Три машины, которые ехали со мной, и их расстреляли. Машины стали непригодны. Так мы их и оставили там на улице потом. Но Бог сохранил жизнь каждого человека, который был вот вместе с нами в этих всех машинах. Одна семья, они в санаторий один быстренько в подвал забежали, а мы остальные с трех машин залезли все в одну мою битком, и мы поехали дальше. Мы поехали, мы проехали километра полтора. Во второй подвал мы когда попали, у нас было 42 человека, чтобы вы понимали. И в один из дней была зачистка Ирпеня российской армией. Что такое зачистка? Они шли, расстреливали всех, кого видели. Они расстреливали, если видели кого-то в окне, они стреляли просто по окнам. Они заглядывали во все подвалы. Они расстреливали, если им что-то не понравится, они просто могли кинуть гранату в подвал, и разбирайтесь, что там у вас. Вы знаете, бывает момент, когда ты молишься и просишь, Господи, приди, я жду тебя. То я хочу сказать, что там в подвале сидя, мне кажется, даже тогда, когда мы не молились, мы постоянно его чувствовали. Я не могу объяснить это состояние. Это можно только пережить, это можно только почувствовать. Но мы всегда чувствовали Господа рядом. Был 14-й день нашего пребывания в подвале. И с утра была хорошая погода, солнце такое. И пришло какое-то понимание. Не то что понимание, но какое-то чувство возникло, что нужно выходить оттуда. И я своей жене говорю, что ты собери на всякий случай вещи. Пусть наша сумка, ну там, сумка, там был рюкзак у нас. Я говорю, чтобы этот рюкзачок у нас с вещами был готов. Я говорю, если надо будет, чтобы мы быстренько его взяли и побежали. И прошло после этого разговора часа полтора, два может быть. Мы стоим в коридоре, опять же темно в коридоре, потому что света нет. В подвале там открывается дверь. И я слышу такую фразу, церковь спасения. Церковь спасения. Мы пришли за Усатюком, где он? Я услышал, увидел братьев. Я не знаю, как это объяснить, но это было такое чувство. В первую очередь у меня сразу крутился вопрос, кто это? И как могли знать, что мы там? И в моем сердце прозвучал такой ответ, что я верю, что это Бог так проговорил, через понимание какое-то, через, вот, что Бог проговорил, я всегда знаю, где ты. И я понял тогда, что Бог настолько рядом, и Он настолько каждую секунду со мной, что мне не о чем переживать. Все это время мне каждый день писал какой-то человек, я не могу вспомнить, кто это, но он мне писал за Сашу Усатюка, заберите Сашу Усатюка, скидывал, где он там последний раз выходил на связь, где он может быть. И он очень часто мне напоминал об этом. И в один из дней, я утром молился, и Господь мне сказал, ты должен пойти вот туда, к этому Сашу. А я даже, честно говоря, даже не знал, кто это, и как он выглядит. И братья это Вадим Гейко и Сережа Левченко, они приехали за нами, они нас нашли в оккупированном Ворзеле, они прошли через весь Ирпень, который был просто насыщен русскими солдатами и русской техникой. Они нас забрали, мы выехали оттуда. И подъезжая к Ирпеню, мы проехали в Ворзель, и подъезжаем мы к Ирпеню, и при въезде в Ирпень стоит российский блокпост. Выходят российские солдаты с автоматами. И Вадим вышел из машины, поднял руки и пошел навстречу к ним. Я думал, что если они будут стрелять, то задняя машина, она успеет развернуться и уехать. Они говорили, что если вы поедете, вас застрелят, уже там едут танки в эту сторону, вас сейчас расстреляют, не едьте. Они хотели взять нас в плен, типа говорят, мы вас будем охранять. Я говорю, пошли, я вас подведу, вы увидите, что там мирные жители. Посмотрите наши багажники. У нас ничего запрещенного нет. Отпустите нас, пожалуйста. И они нам дали добро. Они говорят, вы можете, конечно, ехать, но мы не даем вам никаких гарантий, что вы сможете проехать Ирпень. Но мы молились, и знаете, молились уже, и чтобы Бог сделал их и слепыми, и нас сделал невидимыми. И Господи, я не знаю как, но выведи оттуда нас. Через пару дней мы увидели это видео с дрона, где стояла их техника. И там оказываются во дворах колонны, колонны их техники и кишила их солдатами. Бог провел нас. Таким образом прошли наши две недели. Как мы изначально думали, это будет всего лишь полчаса. Мы съездим туда, завезем продукты и вернемся домой. И получилось, эти полчаса растянулись на 14 дней. Я хочу сказать, доверяй Богу. Он знает, почему сегодня ты в этой ситуации. Возможно, ты не знаешь, возможно, ты не понимаешь всего, что происходит в твоей жизни. Почему Бог тебя привел именно туда, где ты сегодня есть. Но Бог знает, а Слово Божие говорит, что для любящих все содействует ко благу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова